Я выполнил поручение бармена, пообщавшись с варягом и получив от него нужную информацию. Теперь необходимо вернуться, получить пропуск и отправиться в миротворческий корпус, где засел старый торговец Сидорович. Не забывайте оценивать видео и приятного просмотра. Приветствую, полковник. Ой, стрелок, какими судьбами? Да вот принёс кое-что. О, М-16? Переделанный под снайперку? Откуда это у тебя? Это бес передал, он с ребятами у наёмников их отбил. Просит патроны для калаша. Винтовки занимательные и вроде просят немного. Ладно, не буду тебя задерживать. Вот возьми, патроны. Бесу привет. Хороший мужик, жаль, что не с нами. Всё, да, больше тут ни о чём особо не поговорить. Кто-то ещё забрал у меня, получается, ещё какие-то арты. Ну, тот забрал у меня капли электрические, забыл же, как они называются. Да вообще офигели. Где мне теперь всё это искать? О чём пачке патронов-то назад понесём, получается? 8 килограмм. Ну, наверное, да. Сейчас лапшу убьют, ребят. Вот эти непонятные дурачки-сталкеры с дробовиками. Я вообще не понимаю, кто это. Блин, я так забыл грозу посмотреть. Да не знаю, хватило ли бы у меня денег. Здравствуй, бес. Привет тебя, Петренко. Зовёт к себе. Нет, Стрелок, не пойду я к ним. У них свои дела, а у меня свои. Да и муштра их мне не по душе. Ладно, брат, вот патроны держи, как я обещал. Спасибо. И я для тебя кое-что припас. Мамины бусы. До встречи. Ну, в принципе, всё с этим покончено. Дело сделано. Значит, опять пытаемся идти на кордон. Приветствую, бармен. Был я у варяга. Серьёзный мужчина. Ну и что, удалось что-нибудь узнать по нашему вопросу? Да, удалось кое-что выведать. Есть один майор на блокпосту. Ерофеев его фамилия. Вот он как раз и нужен. У него должна быть ключевая информация по нашему делу. Ты не знаешь, Ерофеев на блокпосту сейчас? Знай я эту гниду, там он. Короче, нарисовывается такая картина. Придётся немного повоевать с вояками. Пришло время. Пойдёшь не один. Есть у меня трое бравых парней. Они сейчас как раз недалеко от блокпоста. Чуть левее, в низине. Где минное поле. Я им сейчас сообщу, чтобы выдвигались к блокпосту. Пока они отвлекут на себя внимание, ты постарайся проскочить. Ну а там по обстановке. Короче, с богом стрелок. Вояк с ребятами постреляете и заодно расчистите дорогу в миротворческий корпус. После того, как выведаешь у Ерофеева информацию, сразу ко мне расскажешь что и как. А потом дам тебе пропуск к миротворцам и письмо для Сидоровича. Вот такой план. Ладно, пойду. Опять повоюю. Вот так значит. У меня есть тревольер, если что, патроны к нему есть? Есть. Он в ланшоте, это всё-таки не надо забывать. Ну и что, ну и пошли, получается, к воякам. О, там Беттер оказывается. Ты что, прикалываешься? Как я должен с ним воевать? Так, ребята, вояк отвлекают вроде. Ой, Беттер-то по мне стреляет. Алё. Может, хватит по мне стрелять? Как я его вообще валить буду? У меня гранат нет. Ну что, поехали? Понятно, ещё один Беттер. То есть два Беттера как минимум. В общем, буду стараться с револьера отстреливать. Кого смогу? Готов. Ну и так по чуть-чуть, может, отстреляю всех до единого. А может же нет. Ага, найти и допросить. Провалено? В смысле провалено? А что я с ним должен был сделать с майором Ерофеевым? Ранить его, видите ли, чтобы он упал или как? Я не понимаю. Видимо, ранить. Или нет, или он разговаривать будет, не знаю, посмотрим. Но пока тут целая куча ещё вояк. Так, кто тут вышел? Ерофеев тот самый. Я не могу его убивать. Тут спецназ, короче, появился, прикинь. Ребята такие серьёзные. Там кто-то своего убил. Забавно, конечно. Граната бы кидается, гады. Так, ну всё? Да нет, не всё. Понял. А, так он умер опять. В смысле? Да ты прикалываешься? Я опять сохранился. Я не увидел, что квест провалился. Найти и допросить майора Ерофеева. А что он не провален? Это вот он. Капитан Ерофеев. В смысле? А есть ещё майор Ерофеев. Что за бред вообще? А, то есть он разговаривает? Доброго дня. Ну что, Ерофеев, разговор у меня к тебе есть. Ничего. Во, в смысле? Что вы представили? Блин, прикинь. Майор Ерофеев, капитан Ерофеев. Разговор у меня к тебе есть. Ты кто твою мать? Ты лучше вот, водички попей, а потом внимательно слушай. От твоего ответа будет зависеть, будешь ты жить или нет. Что тебе надо? Варяга, помнишь? Год назад или около того, он группу военных водил в лабораторию Х-18. Подожди. Ну да, было вроде. Было, вспомнил. А от меня-то чего тебе надо? Мне надо знать, что было в тех документах, что были вынесены из лаборатории. Да откуда же я знаю? Это сверхсекретная операция. Кто мне будет говорить? Ну, раз ты не знаешь, тогда ты мне не нужен. Стой, стой. Я правда не знаю, что за документы. Но помню, что один из главных, полковник кажется, который был в теме, проболтался. Выпили мы. Помню много. Вот развязался, малость у него язык. Говорил про то, что в этой лаборатории проводились исследования над заключенными. Что-то там с воздействием именно мозги. Не знаю, я в этом нихрена не разбираюсь. Помню еще, тот полковник говорил, что надо бы в Х-16 отправиться. Там какая-то установка или что-то такое. Там должны быть какие-то важные документы. Только как туда попасть? Уже две группы пропали. Вертолеты там практически не посадить. Все летчики говорят, как только к территории лаборатории начинаешь прилетать, штурвал как от рук отбивается. Вертолет сам с собой как будто управлять начинает. Чертовщина какая-то. Это все? Клянусь, это все, больше ничего не знаю. Как же тебя замочить хочется? Ну да ладно, живи. Но если рыпнешься, не обессудь, перестрелю. Так, подожди, а по-моему у капитана Ерофеева будет для меня кое-какой подарок. Фрагмент номер 4. Тайника Семенского. Поэтому извини, Ерофеев. Это бармен, зайди ко мне, дело есть. Да я понял. Два армейских бронежилета. Это уникальный гравий костюм. Ни хрена себе, плюс 170 килограмм, ты прикинь. Деньги подбираем. Ты прикинь, гравий костюм, но он сам 20 килограмм весит. Тяжелее икзы, ты прикинь. А ну-ка, если я его одену. Там много 260 килограмм. Ха-ха. И что я теперь с ним ходить буду? Ну получается, что да. И тут еще гравий костюм, еще один, прикинь, их два. Я не знаю, нужно ли они кому-то по квесту или как. Или я могу себе оставить. К сожалению, все сталкеры мертвы. Кстати, а что это за гроза такая? 545-ми, которые стреляют. Вот так вот. Вернул я себе свою цацу. Она хоть и сломана, но я ее сейчас починим быстренько. А ну-ка, все, готово. Ой, в смысле, а как что мне с беттерами делать? Не, я реально не знаю. Их можно как-то пробежать или взорвать? У меня есть парочку зарядов. Давай попробуем. Так, ну и чего, вроде дымится стал. Но патронов больше нет. Больше нет зарядов, очень жаль. У меня есть 7 таких, но это для другого оружия. Если просто с оружием стрелять, ничего не будет. Есть же еще бак с ножом, да, помните? Ладно, пойдем пока уйдем. Да, это, конечно, смешно. Уграю костюм, минус все он дает. Просто минус все. Кроме, соответственно, грузоподъемности. Можно просто пробежать попробовать, ребят. А, да, попробуем. Если не взорвусь. Два по мне стреляют, прикинь. И оттуда, и отсюда, господи. Ты посмотри, а патроны витя не кончаются. Здоровья у меня больше нет. Давай хоть хп-шку будем пополнять. Двумя каплями души, или как они там называются. Конечно, они медленно лечат. Да, это граю костюм, это, короче, для меня мечта, да? Намного больше он вмещает, чем бандитский экзоскелет. Бандитский экзоскелет 140 килограмм я мог поднимать максимально. А тут 206. Не, ну это нужны суперские арты, например. Да, тогда будет круто. Суперские арты, которые дают очень хорошие бафы. Но я сомневаюсь, что у меня сейчас такие будут. Тем более, что мне варить не дают нормально. Воруют постоянно. Привет, бармен. Ну что там с Ерофеевым? От Ерофеева узнал, что в лаборатории Х-18 какие-то исследования над зэками проводились. Есть еще лаборатория Х-16, где какая-то установка. Так вот, он говорит, что там какие-то важные документы. Или еще что-то должно быть. Но только попасть туда непросто. Там какая-то чертовщина происходит. Слышал я про эту лабораторию. Действительно, опасное место. Ладно, надо будет покумекать, что дальше делать. Кое с кем посоветоваться. А ты пока иди в миротворческий корпус. Найди там Сидоровича в деревне, на северо-востоке. И передай ему от меня зашифрованное письмо. А заодно Елмагомёте у него узнаешь. Вот, держи, письмо и пропуск миротворцам. Покажешь по столому ворот. Должны тебя пропустить. Миротворцы не вояки. Они вначале думают, потом стреляют. Но все равно, поосторожнее с ними. Скажешь, что проводником работаешь у военных на кордоне. За пропуск не волнуйся, настоящий. Ну, почти настоящий. Никто не подкопается. Ясно, давай письмо и пропуск. Я выдвигаюсь в новый путь. Ну, смотрите. Мы можем идти сейчас либо в миротворческий корпус к военным. Да, к Сидоровичу, вернее. Там начать работать. Либо в Припять. Там, конечно, далеко придется убежать. Прикинешь, на Армейке, с Армейк. Сюда. И тут переход в Припять. По делу Борова. Может, мы все-таки квест Борова сначала будем выполнять? Потому что вот этот квест, это основной сюжет. Хотя, с другой стороны, вы скажете, да ты же близко. Давай лучше тут выполним, а потом пойдем туда. Но, может быть, вы правы. Давай, наверное, все-таки сначала это выполним. Для начала, я думаю, надо лишь поспать. Потому что время позднее. Надеюсь, у меня прямо из инвентаря вы его воровать не будут. Граю костюм. Можно, кстати, продать. Но, не знаю, 6 тысяч, грубо говоря, да? Тогда как тут написано в стоимости 150 тысяч. Вот так вот. Ладно, что идем в миротворческий корпус. Правда, могли уже появиться там вояки. Ебая поспал. Но, пойдем посмотрим. А, так там еще и БТР эти будут. Господи. А что мы с ними делать? Он поствольной гранаты не продает. Они вообще ничего не продают. То, что нужно. Сидорыч и вообще все остальные торговцы. Ну, где, например, ЖК, дробь? Ничего этого. О, дробь есть. А ЖК где? ЖК нет. Ну, и понятно. Я перешел. Направляемся, видимо, вперед. Там будет припускной пункт. Ты кто такой? Это закрытая территория. Чтобы пройти, нужен электронный спецпропуск военных. Есть спецпропуск? Я работаю проводником военных на кордоне. Вот мой пропуск. Опа. Пропускаешь, значит, братишка? Да. Вроде как. Ну, спасибо. Привет. Доброго дня. То есть, в принципе, я с ними ни о чем не поговорить. И мне получается идти к Сидору. Куда же еще? В эту сторону держать путь. Дошел я так к этой деревне, где живет Сидорович. Тут достаточно много сталкеров. Если посмотреть, то публика разношерстная. Вот, например, сидит человек. Есть что на обмен выдвинуть? Ну, это просто попробовать там себе что-то найти и все в этом духе. Тут все понятно, в принципе. Ладно. Мы, конечно же, пришли непосредственно к Сидоровичу. Ну, да. К нашему любимому торгашу. Ой, ну у него, в общем-то, музыка играет очень громко, да? Нет, у него прям не играет, играет на улице. 90 патронов. Ух, у тебя глаза как у демона светятся. Слышь, Сидор, ты что? Здравствуй, призрачный торговец. А что так пафосно? Выкладывай, кто такой и зачем пришел? Что-то я тебя раньше не видел. Я стрелок. Да я здесь и не был раньше. Я слишком долго иду, и путь мой, ой, как непрост. Вот теперь я здесь. Принес тебе весточку от бармена. А то что-то связь барахлит после последнего выброса. И он с тобой никак связаться не может. Да и дело, говорит, секретное. Вот, держи, зашифрованное письмо от бармена. Ага, выполнено. Слушай, Сидорич, у меня к тебе дело личное есть. Минуточку, сейчас я прочитаю, что там пишет этот хитрый лис. Так-так, интересный расклад. Ага, как он все разложил-то по полочкам, ты смотри. Ладно, что там за дело у тебя? Я ищу своего брата, капитаном кличут. Мы с ним два с лишним года назад потерялись при весьма странных обстоятельствах. Ну ладно, это долго рассказывать. Я уже почти всю зону обошел, со многими старожилами на эту тему переговорил. Но пока все тщетно. Но надежда все же есть. Так и чем я могу помочь? Я-то в зону не хожу. Последние новости и сплетни узнаю от сталкеров и диггеров, что заходят сюда время от времени. Или по сталкерскому радиоканалу, который теперь и вовсе здесь не работает. Бармен мне сказал, что ты знаешь диггера по прозвищу Магомет. Он вроде к тебе частенько заглядывает. Мне нужно его найти и кое-что выяснить. Что может помочь найти брата? Да, я знаю Магомета. Да он только позавчера тут был. Сдал хабар и ушел обратно в зону. Слушай, я не понимаю. Здесь же вроде бы территория миротворцев. А как же тогда туда-сюда сталкеры шастают? Проходной двор получается какой-то, а не закрытая территория. Но ты же малый и умный. Всю зону, говоришь, прошел. Так что должен знать, что всегда найдется тайная тропа, по которой можно незаметно пройти. Разумеешь. Ты что, думаешь, они через КПП ходят? Нет, конечно. В зону и из зоны другие тропинки ведут. А миротворцы хорошие ребята. Правда, немного туповатые. Думают, что все у них под контролем. А на самом деле все немного не так. Территория-то здесь большая. И они контролируют далеко не все ключевые точки. И не все маршруты им известны. Да и особо лезть и разбираться им не хочется. Пока все спокойно и мирно. Они пребывают в уверенности и безопасности. И полного порядка. Ко мне частенько захаживают за выпивкой. Мы с ними, так сказать, дружим. Здесь же ведь не зона. И кто ко мне в магазин приходит, их не касается. Мало ли, ребята из ближних деревень зашли. Что тут такого? Документы проверят и все. Правда, после последнего выброса здесь все поменялось. Похоже, зона начала поглощать и эту свободную ранее территорию. Вон, посмотри. Аномалии начали появляться кое-где. И ребята рассказывали, что вроде мутантов в лесу видели. Теперь понятно. Так все же, где я могу найти Магомета? Да откуда же я знаю? Куда его ноги в этот раз понесут? Он же диггер. Где запах почует, туда и пойдет. Ты если хочешь, здесь в деревне можешь его подождать. Дней через 10 он должен прийти, а может и раньше. Да времени у меня нет столько. А связаться как-то с ним нельзя? Ах, да я же забыл, тут со связью беда. Что же делать? Мне позарез надо с ним поговорить. Ладно, постараюсь ей помочь. Ко мне скоро должен один человек прийти. У них стрелка с Магометом где-то в зоне намечена. Попробую у него узнать, где с Магометом они собрались встретиться. Только услуга за услугу. Пока все равно ждем. Ты кое-что сделай для меня. О, вот это деловой разговор. Что нужно сделать? Ну, во-первых, надо бармену ответ отнести. Но это потом. Я вначале подумать должен над его предложением. А сейчас тебе надо будет сходить на базу миротворцев и отнести генералу Смиту 5 бутылок коньяка. Он просил достать. А сейчас в связи с этими всеми изменениями, надо с миротворцами дружить. Иначе прикроют тут мою лавочку в два счета. Короче, отнесешь генералу 5 пузырей. Скажешь, что ты посыльный от меня. Я по рации генерала предупрежу о тебе. Благо, хоть в пределах этой территории связь работает. Поговори с ним, может, чем еще им поможешь. Скажи, что местный ты. Живешь тут недалеко, места эти хорошо узнаешь. Если спросит, почему с оружием, скажешь, проводником у военных работаешь. Понятно? Ну, тебя бармен, наверное, уже и без меня подготовил. Что нужно говорить? Как все там закончишь, ко мне возвращайся. Да, все понятно. Давай коньяки, я пойду. До встречи. 5 бутылок коньяка надо отнести к какому-то там Смиту. Потроговать с тобой вроде можно, но опять-таки... Хех, Жекан не продает серии, а Жекан уже сколько серий ищу. В общем, Смит тут. В принципе, с кем-то еще поговорить тут по поводу квестов, я полагаю, нельзя. Потому что у всех такие общие никнеймы, нет какого-то уникального никнейма. Поэтому долго тут не будем засиживаться, сразу пойдем к нему. Ух ты, 5 бутылок коньяка. Причем его еще и выпить можно. На базу спокойно, без пропуска, что ли, захожу, серьезно? Дед, ты чего меня ничего не спросил даже? А ему, в принципе, все равно. Ну ладно. Рядовой портных? Так миротворцы, они же вроде иностранцы. Захарин? Да, видимо, нет. Ну или, так скажем, не все. О, какие выстрелились, втроем стоят. Опять-таки, спокойно пропускают абсолютно, никто ничего меня не спросил. Может, я какой-то террорист или еще кто. Ладно. У меня там что-то на английском говорит, но... Тут музыка, в общем-то, играет, ничего не понятно. Ну да. Здравия желаю, генерал. А, курьера от Сидоровича. Ну давай, что там у тебя? Да вот, тут Сидорович передал вам кое-что, держите. Чем могу быть еще полезен, генерал? Ну, я вижу, ты парень непростой. Вон как вооружен. Я диверсант, случайно? Да ну, я местный. Проводником у военных на кордоне подрабатываю. Сейчас вот Сидоровичу помогаю. Зовут меня Стрелок. Зря он, конечно, представляет с настоящим именем, потому что по всей зоне уже знают Стрелка. Ладно, Стрелок. Сидоровичу мы доверяем. Местный, говоришь? Значит, места я тебе хорошо должен знать. У нас тут ЧП одно возникло. Пропал солдат. Капрал Фостер. Был отправлен с секретным донесением на КПП. Донесение отдал, а обратно не вернулся. Что-то тут не то. Раньше все спокойно было, а теперь после этого последнего выброса все с ног на голову перевернулось. Короче так, нужно найти Капрала. Все подробности получишь у полковника Брауна. Иди к нему. Поможешь нам, мы хорошо заплатим. Хорошо, помогу, чем смогу. Конечно, иногда мне раскрывают странные подробности, типа вот он шел с секретными документами. По-моему, мне знать это не обязательно. Шел Капрал на задание, не вернулся. Иди и узнай. Ну ладно. Приветствую, полковник Браун. Меня генерал к вам отправил. По делу о пропавшем Капрале. А, да-да. Мы как раз ищем человека, кто сможет нам помочь. Суть проблемы в следующем. Капрал отнес документы на КПП и должен был вернуться. Но не вернулся. Вот уже двое суток его нет. Сигнал его ПДА мы оследили. Сигнал слабый, но устойчивый. Выйти на связь не представляется возможным. Постоянные помехи. Прочесали весь квадрат. Безрезультатно. Он как сквозь землю провалился. Короче, мои люди простые солдаты. Нужен опытный диггер. Я так понимаю, ты проводником работаешь у военных, верно? Да, всё верно. Зовут меня Стрелок. Давайте мне координаты места, откуда сигнал идёт. Я попробую отыскать Капрала. Или узнать, что там с ним случилось. Давай, Стрелок, свой ПДА. Отмечу радиус поисков. Обязательно отыщи и, если живой, приведи Капрала Фостерса сюда, на базу. Мы в долгу не останемся. Всё понял. Отмечайте место и я выдвигаюсь на поиски. Опять-таки, что я хочу сказать. Очень странно, что он его так берёт и наш герой представляет с настоящим именем. Меня зовут Стрелок. Но ведь они могут взять и пробить. Кто такой Стрелок? Действительно ли он диггер? А тут опа всплывает, что я уже ползоны исколесил. Дюжину людей уничтожил. Ну хорошо, ладно. Ага, значит, там надо как-то подняться наверх. Возможно, тут где-то есть вход в пещеру. Я более подробно изучу это место. Всё же мой ПДА улавливает кого-то. Кто-то тут живой есть. И это Капрала Фостерс. Он живой, ребята. Вот и вход в пещеру прикрытый. Собаки какие-то. Тише, тише. Вот они Капрала Фостерса и загнали. Так, это ещё не всё, тот контролёр. У меня уже был опыт встречи с контролёром, и я подвергался его воздействию. Тут я чувствую нечто такое же. Также я слышал снорков, как мне кажется. Где же эта тварь? Непонятно. Так, он прям совсем всё. Понял. Готов. Ух ты, там в общем-то кровососый контролёр Дируса. Да. То есть снорк, снорк и контролёр. Конечно, я что-то перепутал. Спасибо тебе большое, заслужил мне службу. Вторую серию подряд муданты мне помогают частично. Ну, конечно, они не мне помогают, а убивают своего противника. Но, тем не менее, он замочил контролёра, хотя контролёр тут не представляет угрозы. Ладно, сержант Фостерс, или как его там, Капрал, Капрал, конечно же. В ящике мы находим аптечку и бинт. И, видимо, конкретно тут жил контролёр, потому что его вот тут на выходе убили. То есть, представляешь, он тут жил, у него была аптечка, бинт, три ящика, а в них что? Обрез, ух ты. Жикан, ооо, и бинты два. Прикинь, короче, он же жикан. В коробках только буду находить. И то 20 всего лишь, ну то есть это один магазин для грозы и танкиста, что в принципе мало. Так, ну что, нам нужно ниже. Братишка, ты живой? Живой. Доброго дня. Ну здравствуй, Капрал. Спасибо тебе, ты мой спаситель. А то я уже думал, что всё, каюкня, сожрут меня на обед эти твари. Как зовут моего спасителя? Зови меня Стрелком. Как тебя вообще угораздило здесь оказаться в такой дружеской компании? О, Стрелок, и не спрашивай. Сам не понимаю. Вроде шёл привычной дорогой, как и всегда. Потом что-то в голове зашумело, и какое-то такое чувство появилось, что мной кто-то управляет. И главное, я не хочу сопротивляться. Но не могу лучше объяснить. Красса и просветление, и ты стоишь передо мной. Сколько же я здесь пробыл? Около двух суток, полагаю. А то, что с тобой случилось, это контролёр. Он захватил твой разум и перевёл сюда, но, видимо, был сыт. Вот и оставил тебя на потом. Ну ладно, пора отсюда выбираться. А то тебя уже заждались на базе. Пошли, провожу тебя. Сопроводить Капрала. Ну пошли, Капрал. У тебя оружие вроде есть, хорошо. Опять говорит, я тебя сопровожу, а Капрал сам идёт. Пойдём на базу и получим своё вознаграждение за спасение Капрала. Так, Капрал, как ты поднялся? Отлично, выполнено. Капрал дошёл до своего места. А мог бы мне что-нибудь дать? Ничего, смотри, вообще не говорит. Я, значит, его спас, а он мне хотя бы сказал бы там, ещё раз спасибо. Ну нет, ладно. Говорим с полковником. Нашёл я Капрала Фостерса. Жив-здоров, доставлен на базу. Сам потом всё расскажет, что с ним приключилось. Вот, молодец. А то мои бойцы целые сутки потратили. Но так и не нашли Капрала. А ты вон как быстро справился. Выражаю тебе благодарность от руководства миротворческого корпуса. И вот тебе заслуженное денежное вознаграждение от нас. Рад стараться, спасибо. 20 кусков, нормально. А ещё есть работа? Есть. Как раз для такого опытного диггера, как ты. Ну, вы явно преувеличиваете мои способности, полковник. Что за дело? Как ты, наверное, уже знаешь, здесь раньше была абсолютно обычная территория. Предбанник зоны. Так сказать, пропускной пункт. А после последнего выброса всё перевернулось с ног на голову. Похоже, зона захватила и этот участок. Повсюду наблюдается аномальная активность, и уже неоднократно видели мутирующих животных. Со связью вот ещё проблемы возникли. Да уж. Это всё я уже заметил и сам, не дурак. Так что от меня требуется? Понимаешь, мои люди, они солдаты. Просто солдаты. Им не положено думать и принимать решения. Ты другой. Ты сам по себе. Ты выживаешь, а не живёшь. Ты думаешь и взвешиваешь. Каждый свой шаг, каждое своё действие. В конце концов, ты сам всегда принимаешь решения. Я прав? Прав. Я таких, как ты, насквозь вижу. Одиночки. Сами себе на уме. Ну да ладно. Сейчас как раз твой опыт нам и нужен. Полковник, хватит философии, давайте ближе к делу. Хорошо, согласен. Ещё больше сказал. Не время для философии. То место, где мы сейчас находимся, это вынужденное стечение обстоятельств. Вообще-то, наша основная база в другом месте. Здесь недалеко, восточнее городка, в котором мы сейчас. И есть наша основная база. Только вот, пришлось нам её спешно покинуть, потому что после последнего выброса, там начались совершенно непонятные вещи твориться. Все как будто с ума посходили. Солдаты и офицеры начали стрелять друг в друга. Кто остался в живых, потом застрелился сам. А после того хуже. Был у нас учёный один. Так он взял и вывел из строя радар. Без радара мы как без рук. Оказались отрезанными от всего мира. Связи нет. Провизия заканчивается. Помощь вызвать не можем. Сюда тоже с большой землей не особо спешат. Боятся. Здесь же теперь территория зоны получается. А напоследок, базу атаковали мутанты какие-то. Пришлось спешно ориентироваться оттуда. Ворота мы заблокировали, когда уходили. Представляю, что там сейчас творится. Да, весело тут у вас, полковник. И что хотите делать? Нужно во что бы то ни стало отвоевать базу обратно. Потом необходимо будет починить радар и выйти на связь. И ты в силах нам помочь. Ты же вроде специалист по всяким премудростям зоны и всякой чертовщине. А там как раз с аномальными вещами придется столкнуться. С тобой пойду я и еще пять бойцов. Больше людей нет. Эту временную базу тоже нельзя бросать без нормальной охраны. Опасно. Ну что, согласен? Я в долгу не останусь, награда будет соответствующая. Ладно, уговорили, когда выступаем. Сейчас выходим, милить нельзя. Только ты не спеши, иди рядом. Пятеро бойцов нас будут уже ждать там. Пойдем с тобой до ворот базы, встретимся с моими бойцами. Сориентируемся по обстановке и примем решение, что делать дальше. Вот, держи автомат, пять пачек бронебойных патронов, три гранаты F1 и несколько аптечек и бинтов. Ясно, давайте оружие, патроны в путь. Не знаю, зачем мне оружие, если у меня уже было оружие. А, он мне вот такое дал. А что, лучше-то будет? Ну, по точности, конечно, это. Но отсюда нельзя брать прицел, например. Ладно, пошли. Можно с этим, в принципе, поиграть. Юрий Семецкий, лаборатория X10, полтергейст. Погиб сталкер. Эх, Юра. Все помнят легенду про Юрия Семецкого? Да, конечно, помните. В прошлых сериях буквально она освещалась. Правда, не совсем так, как обычно это принято. Обычно говорят, что он загадал желание у Монолита быть бессмертным. И вот что из этого получилось, что он всё время теперь умирает. Хотя, с другой стороны, вот многие говорят, что это наказание, Монолит ему такое сделал. А какое наказание-то? Он в разных местах постоянно умирает. Потом возрождается. Опять ходит, ходит, опять умирает. То есть, в принципе, ну, он уже бессмертный, как он и хотел. В чём его тут Монолит обманул, там, Подставил, и всё в этом духе. По-моему, как он хотел, так и получилось. Если я чего-то не понимаю, напишите в комментарии. Прочту. Ладно, а тем временем мы пришли к месту. Тут уже сидят пять бойцов. Чувствую, после боя не останется намного меньше. В ящике для меня ещё и аптечка лежит. А с аптечками у меня правда проблемы. Поговорить с полковником. Ну что, вроде всё на месте. Да, всё в порядке. Ну что, расклад такой. Сейчас я дистанционно разблокирую ворота и начнём штурм. Дохранит нас всех Дева Мария. Всё понял, полковник, я пошёл. Опа, а еще грублево подвисло. Ну что, поехали, ребят? Так, тут огромная коре... Ооо... Я понял. Уже кого-то убили? Пока ещё нет. Или да? Не знаю. А это что за чувырло? Оооо, я даже не знаю, ребят. Слушай, а можно ворота закрыть? Нет, нельзя. Мочи, мочи его. Готово. Ребята, пацаны, не вылазьте. Готов. Так, ну пока все живы, ты прикинь. Что это за чувырло? Не знаю, с ним ничего не падает, и злом пришёл. Ой-ёй-ёй-ёй. А, прям просто зажимая даже, да, особо не церемонюсь Ты посмотри, а Он меня бьёт раньше, чем происходит анимация Молодец, красава Так, и там кто-то стреляет вдалеке Какой-то человек, это тот самый учёный, видимо, сумасшедший Готов У него мы находим ЛРочку совершенно обычную Фрагмент номер три, тайника Юрия Семецкого Неплохо А, готово Все выжили, слушай Нормально, красавцы Вот это хорошо сработано Фрагмент номер три прочитан Да, и сколько у нас теперь фрагментов? Люди мне подсказали, что можно будет докупиться далее Фрагменты, если вдруг у меня всё так плохо сложится А я знаю, что я уже что-то пропустил Третий, четвёртый и первый, ага А всего есть сколько, я уже не помню, восемь или семь Ну чего, дело сделано База снова под вашим контролем Да, славная была охота Теперь тут надо будет всё приводить в порядок А самое главное, починить радар и восстановить связь Спасибо тебе, стрелок, выручил ты нас Но это ещё не всё Вот, пока возьми заслуженную награду Это универсальный ремонтный набор с биоэлектронным сканированием уровня повреждений Предназначен для ремонта любого вида стрелкового оружия Восстанавливает 100% повреждений Создан в секретной военной лаборатории миротворцев Принцип работы построен на аномальных свойствах артефакта Медуза Для активации ремкомплекта необходимо наличие в инвентаре артефакта Медуза После каждой процедуры ремонта артефакт Медуза испаряется Передай все свои аномальные свойства для активации биоэлектронного сканера Очень редкая вещь, пользуйся О, давно мечтал о таком, спасибо Не понял, это что значит, что я теперь могу чинить себе любой ствол Но при этом будет радиться Медуза Да Ммм, слушай Ну, конечно, не знаю Ну, ладно, пригодится, что Полковник, вы сказали, что это ещё не всё Что вы имели в виду? Базу мы себе вернули, это хорошо Но есть ещё фабрика заброшенная Тут, недалеко, южнее базы Так вот, там у нас ремонтные мастерские были Были Пока там не завелась какая-то тварь коварная И мастерские пришлось оставить след за базой Перед тем, как ты появился Генерал Смит туда отправлял небольшой отряд спецназа на разведку Но они не вернулись Даже слабого сигнала с их ПДА нет Как же херово без связи Срочно, сейчас займёмся восстановлением радара Вы предлагаете эти удары и это устроить? Нет Для штурма сейчас недостаточных сил Нужно просто тихоньку всё там разведать и выяснить, что случилось с нашими бойцами Ты справишься, я знаю Я видел, как ты умеешь это делать Ну что, поможешь ещё раз? Хорошо, помогу Что конкретно нужно делать? Проберись на фабрику и посмотри Что там сейчас творится И что случилось с нашими людьми Найди какие-нибудь следы пропавшего отряда Потом возвращайся к генералу Смиту И доложи ему обстановку Возьми вот пару аптечек военных на всякий случай И пару гранат F1 Понял, пойду на разведку Ага До встречи Это получается нам идти сюда Оууу Что-то я боюсь Там, видимо, туго мне придётся Ну ладно Аааааа